YouTube поменял правила просмотра и монетизации. Новые правила на YouTube. В 2021 году на территории России еще ряда стран вступили в силу новое правило использования видеороликов на хостинге YouTube. А именно для России с 1 июня. В Соединенных Штатах Америки они начали действовать уже в ноябре 2020. Основной новинкой является то, что отныне реклама будет включена во всех видеороликах на платформе, включая даже каналы тех авторов, которые не подключены к партнерской программе или у которых не подключена монетизация. Работает это так. Даже если у вас один ролик на канале или десяток, в них все равно будет крутиться реклама. Отключить вы ее не сможете. Никак. И если пользователь перейдет по ней или что-то купит, вам не будет абсолютно никакой денежной выгоды и никаких отчислений. Напомню, ранее при просмотре видеороликов на этом видеохостинге реклама не показывалась, если владелец того или иного канала не включил монетизацию или не достиг ее порога. Проще говоря, ролики делились на видео для заработка и для души. Последние больше всего радовали глаз зрителя, так как на них не было наедливого вкрапления рекламных блоков, мешающих просмотру контента. Теперь у хостинга, наверное, дела пошли совсем плохо, поскольку реклама будет показываться во всех роликах и каналах без исключения. А может, как всегда, жадность впереди всего и захотелось еще больше денег. Впрочем, не стоит их винить, как и у большинства больших корпораций, жажда наживы превыше всего. Правила монетизации на YouTube. Тем, кто еще не потерял надежды на подзаработать, в кавычках, вот небольшая справка. Правила монетизации пока не поменялись. Сейчас, как и в прошлом году, для этого нужно набрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра ваших видео. Подключить по-прежнему монетизацию довольно сложно и приносится на копейки. Около 150 долларов за миллион просмотров в месяц, в зависимости от тематики канала. Подумайте, сможете ли вы получать столько просмотров на своем канале, чтобы заработать хотя бы полденник долларов. Надо помнить еще о том, что видеохостинг использует различные алгоритмы и попросту может не засчитать вам половину просмотров или больше, списав их как накрученные или неполные. Читайте очень внимательно правила монетизации. Там много всяких если и туманных формулировок. Простыми словами, ваш ролик посмотрело 100 человек, алгоритм списал половину, ничего не объясняя. И такое происходит постоянно. Что-то доказывать администрации бесполезно. Здесь работает закон хозяина. Захотел он, дал копейку. Не захотел, не дал. Напомним, что коммерческими считаются показы, во время которых было показано хотя бы одно рекламное объявление. Объясню, что это такое. Допустим, у вас есть видеоролик длительностью 10 минут. В нем будут показаны рекламные объявления от хостинга. Допустим, на 4 минуте или на 8. Первое. Если пользователь посмотрел ролик до 3 минуты, а потом выключил, просмотр ролика зачтется. Показ рекламы нет. Второе. Пользователь досмотрел до 3 минуты, затем промотал ролик и посмотрел конец. Показа рекламы не было, естественно, так как он на 4 минуте. Просмотр самого ролика зачтен, но показа рекламы нет. То есть, далеко не все показы у блогеров на монетизации являются коммерческими. Их может быть всего лишь половина, а в основном гораздо меньше. Поэтому, если видео набирает 1000 просмотров, не надо думать, что во время каждого просмотра у зрителя была показана реклама, и он ее увидел, и за каждый просмотр вам заплатили. Нет. Не путайте просмотры с показами и просмотрами рекламы. Это разные вещи. К сведению, цена за 1000 показов коммерческой рекламы колеблется от 0,24 цента для России. Прожить на доходы от канала вряд ли получится. О налоге. Есть другая новинка. YouTube начнет удерживать налоги США с доходов видеоблогеров, которые живут в других странах, включая Россию. В случае, если авторы монетизируют ролики, платежи от YouTube будут расцениваться как роялти и станут облагаться соответствующими налогами согласно законодательству США. Стоит заметить, что налог будет высчитываться с прибыли, полученной от просмотров видео в США. Создателям контента необходимо предоставить налоговую информацию от Sense до 31 мая. Если этого не сделать, с дохода сгенерированного во всех сторонах мира будет удерживаться налог в размере 24%. Но не все так плохо. Для блогеров из числа тех, кто проживает в Российской Федерации, а точнее граждан нашей страны, есть ложка меда. Те из россиян, кто предоставит информацию об уплаченных налогах в срок, не пострадают из-за нововведений, поскольку между Россией и США заключены соглашения об избежании двойного налогообложения. К слову, новые условия распространяются и на YouTube детям. И последнее, третье нововведение. Google разослал всем пользователям, даже тем, у кого своего канала на YouTube нет, что отныне на видеохостинге запрещено собирать данные, с помощью которых можно идентифицировать личность пользователя. Это касается и функции распознавания лиц. Что они имели в виду и как это расшифровать простым пользователям, к сожалению, не объясняется. Продолжение следует...